Здравствуйте, дорогие огородники! Начинается у нас новый сезон и сейчас конец февраля. Сегодня мы будем говорить о таких вещах, как лук-порей и корневой сельдерей. Оба растения очень любимы людьми, оба растения крайне полезны во всех отношениях, но вот вырастить их правильно в нашем регионе достаточно сложно, поэтому мы и выделяем их для отдельной информации. Начнем с лука-порея. Лук-порей это лук, который не образует головку, он образует ногу. Вот если увидите вот здесь, вот видите виды лука-порея, образуется нога у него. И при выращивании задача огородника вырастить как можно более длинную, более толстую ногу. Но чтобы нога была белой и большой, уровень земли у ноги должен быть на уровне разветвления. Вот вся нога должна быть в земле. А как этого добиться? Это значит нужно рассаду лука-порея сеять, сажать, высаживать грунт как можно глубже. А почему через рассаду? Потому что срок вегетации у этих луков где-то 140-130-140 дней. И если вы посеете в мае месяце семенами в почву, вы к осени получите очень хиленькие растения. Ну небольшие, но толщиной с палец всего лишь растения. И значит эти растения, конечно, вас не удовлетворят. Но если мы будем выращивать через рассаду, то получим великолепные, хорошие экземпляры. Так вот, на рассаду мы сеем эти растения в конце февраля и, но не позднее 5 марта. Лук-порей имеет очень длинную вегетацию, 130-140 дней. Поэтому для успешного выращивания мы его сеем в конце февраля. Как правильно сеять лук-порей? Можно ли замачивать семена? Можно. Особенно если вы припоздали, уже начинается март месяц, то семена у лук-порей, как видите, вот крупные, чернушечка луковая. Вот, можно замочить эти семена в любом растворе питательном, к примеру, как Эпин, НВ-101, вот такие растворы, как Эпин, одна капелька на полстакана воды. НВ-101 натуральный виталайзер, одна капелька на пол-литра воды. Ну где-то на сутки замочить в тепле. После этого взять такую вот салфеточку, как мы берем, высыпать эти семена на салфеточку, просушить их и аккуратненько сеять. Сеять надо лук-порей. Редко. Почему? Мы его не пикируем. Мы его будем высаживать сразу в грунт. Поэтому если вы берете чеплашку, значит, поглубже, видите, вот глубина чеплашки должна быть где-то сантиметров пять, как минимум. Вот. И вот в эту, значит, чеплашку вы эту или побольше, в зависимости от того, как вы считаете, сколько вам надо лука-порей. Ну, как правило, вот я выращиваю в паре много лет, мне она-то нравится. Ну, я высажу где-то 50 корней. Поэтому вам достаточно, вот, допустим, вот этот вот русский размер, здесь 50 семечек в этом пакетике. В этом пакетике тоже где-то около 40-50 семечек. Поэтому, если вы считаете, что вы где-то в районе 70 корней будете сажать, пару пакетиков можете посеять или один пакетик, как вам угодно. Итак, лук-порей не пикируется, значит, сеем редко. Вот вы подготовили землю, как любую землю под перцы, помидоры или, значит, баклажаны, так и эта же земля идет для лука-порей. Я сюда обязательно добавляю кокосовый субстрат, чтобы земля была более пышная и воздухопроницаемая. Сюда очень хорошо для лука-порей добавить гидрогель, потому что пикировать не будем. Начинается апрель, апрель месяц май. Высаживать мы будем его только где-то, ну, число, не раньше 10 мая. И чтобы не пересыхали корешочки, туда добавляется гидрогель. А вот, чтобы правильно и грамотно посадить его, мы вот подготовленную чеплашечку накладываем сюда снежку. У нас получается, что семена получают так называемую талую воду. Вот мы взяли очень аккуратненько, наложили слой снежка. И смотрите, на белом снегу черные семечки мы очень аккуратно с вами разложим. Вот мы получили снежочек. Вот. И теперь мы начинаем раскладывать. Даже просто можно пальчиком вот так вот постараться пореже посадить эти семечки. Вот таким вот образом мы их с вами сеем. Вы видите, как они у вас лежат, вам видно. А если на черную землю, вы не увидите, где. И у вас будет где-то густо, а где-то пусто. Вот на черной земле. А на этой земле вы увидели, вот так вот получилось у нас с вами. Вот посев этого лука-порея. Вот. Теперь нужно что сделать? Подождать, пока снег растает. Вот видите, как у нас получилось здесь. Подождать, пока снег растает. Как снег растает, семечки легли на почву. После этого вы почву присыпите опять земелькой, но не более чем на сантиметрах. Где-то на полсантиметра, 5 миллиметров. Вот. Присыпите земелькой и сверху на земельку еще раз положите снега. Ваши семечки будут купаться в талой снеговой воде. После того, как вы сделали второе покрытие снегом, можете накрыть крышечкой какой-нибудь такой, которая здесь есть. Или одеть элементарный полиэтиленовый пакет. Вот берите полиэтиленовый пакетик. Желательно полиэтиленовый пакет брать вот так вот. Вот так вы поставили его. И вот так вот сделали вот такой вот как бы мини-тепличку над ним. Это, кстати, вот так вот. Я вам рекомендую все виды рассады, которые вы делаете, именно вот так вот ставить под пленку. Не затягивать пленочкой, как вы делаете, вот так вот натягиваете пленочку. После этого у вас получаются черные ножки и запревание, особенно у нежненьких всходов. А вот если вы его так сделаете, во-первых, сохраняется влажность, сохраняется температура под пакетом. Если влага будет высокая, а капельки влаги с пакета стекут сюда вниз, но не попадут на поверхность почвы. И растения, которые у вас начнут проклевываться, они у вас не задохнутся. Вот поэтому такой способ упаковки посеянных семян, я считаю, самым рациональным и наиболее безопасным для вспыхающих растений. Ставить его, лук-порей, не надо на тепло, это не баклажаны, достаточно комнатной температуры. Ну, поставите где-нибудь вот, как вот на аквариум, там, или на столе, на этом, при комнатной температуре. Сходить он будет у вас через 10 дней, а то и раньше. И как только появились сходы, вы тогда снимаете все эти пленочки, ставите не на солнечное окно. На солнце ему не надо, ему нужен свет, но ему нужна прохлада. Луку-порей в рассаде нужна температура 18-20 градусов. И пусть он у вас растет. Иногда бывает так, что лук-порей также выходят семидульные листочки, и у них остается шкурочка. Это нормально, шкурочку можете не снимать, она отпадет сама. Дней через 10-15 после того, как зашел лук-порей, у него на месте семидульных листочков начинают вырасти нормальные настоящие листья. Уже такие плоскенькие, но жесткие, твердые. А вот эти семидульные листочки тоненькие, они к этому времени отжили свое и пожелтеют, как бы подсохнут, упадут. Люди некоторые боятся, ой, у меня лук пожелтел. Ничего подобного. У вас просто через месяц это происходит, допустим, если у вас зайдет лук-порей где-то 5-8 марта, а вот 5-8 апреля у вас вот это возникнет желтизна. Вы просто уберите эти высохшие семидульные листочки. Они ничего не дают. Это не болезнь, это нормально. Ну и когда они у вас вырастут, рассада будет хорошая, вот тогда будете высаживать грунт. Нужно ли обрезать лук-порей при посадке или при том, как выросла рассада? Я не рекомендую этого делать. Это, во-первых, наносится травма молодому растению. Это не есть хорошо. И когда вот вы будете высаживать лук-порей в грунт и вытащите, у него будет мощная корневая система. Вот тут корневую систему вы должны подрезать, оставить корешок где-то на 4 сантиметра. Макушку подрезать не надо, зеленые листья. Это ни к чему. Вы нарушаете фотосинтез данного растения. Плюс ко всему наносите такую травму, что вместо среза могут попасть патогенные грибы, и у вас лук-порей может заболеть, что нам абсолютно не нужно. Вот то, что мы хотели сказать, как сеять лук-порей. Второе растение, которое на сегодня мы с вами будем тоже сеять в этот же период времени, с такими же проблемами сталкиваемся, это корневой сельдерей. Корневой. Сельдерей есть корневой, листовой и черешковый. Листовой и черешковый сельдерей мы сеем в грунт. Они там хорошо, быстро развиваются, потому что нас не интересует корневая часть, нас там интересует, чтобы были хорошие черешки и хорошие листья. Ну, черешковый можно посеять на рассаду, ну, где-нибудь в апреле месяце, чтобы пораньше его кушать. А вот корневой сельдерей, если вы посеете в апреле месяце или посеете в грунт, корня вы не получите. У него вегетация 150 дней для того, чтобы получить корень. Ему нужно много света, тепла корневому сельдерею, чтобы получить хороший корень и специальный уход. Тот корневой сельдерей, который вы видите в магазине, продаются вот такие вот корни, это уже выращенные в южных регионах корневой сельдерей. У нас можно вырастить такой сельдерей, мы выращиваем его регулярно, и вот наши огородники, кто ходят к нам на занятия, уже научились и получают хороший урожай корневого сельдерея. Что мы с ним делаем? Семена у корневого сельдерея, смотрите, какие мелкие, мелкие, прям вот мелкие семечки. И мы их точно так же сеем, точно так же. Берем такую же чеплашечку, так же насыпаем снежок, так же сеем этот корневой сельдерей, за исключением одного, в отличие от лука порея. Вот мы с вами насыпали снежку. Для корневого сельдерея не обязательно очень глубокую посудинку, достаточно и 4 сантиметра. Почему? Корневой сельдерей мы пикируем, поэтому для развития сеянцев достаточно можно даже вот такую глубину посудинки взять, или вот такую, как вам удобнее будет. Вот такой снежок положили, и на этот снежок мы, опять-таки, очень аккуратненько рассыпаем эти семечки. Ну, как бы ни было, но вы все равно не сможете очень, ну, так сказать, на большое расстояние между семенами построить. Поэтому, получается, хоть все-таки мы видим здесь, как у нас расположены семечки, но чтобы постараться, как можно все-таки, чтобы они были пореже. И вот тут, вот мы посеяли, видите, как семечки лежат на снегу. Снег растаял, корневой сельдерей лег на почву, и все. Можете чуть-чуть припудрить сухим песочком. Ну, чуть-чуть, именно припудрить, то есть не засыпать. После этого вы также делаете такой же вот пакетик, ставите при комнатной температуре, никакого сверхтепла не надо, достаточно 22-24 градуса. И у ваш корневой сельдерей всходит, он может сходить до 10 дней, то есть парей зайдет раньше. Всходы очень тонкие. Сначала у него семидольные листочки, пока не вырастут два настоящих листочка. И поднимается очень сильно корешок, он вроде как бы падает, вроде трава упала. Вот не бойтесь этого, это нормально. Когда будет два настоящих листочка и пойдет третий настоящий листочек, вот тогда вы его пикируете. А вот пикировать вы можете его и в стаканчики маленькие, и в ящички пореже посадить его. Как вам удобнее. И вот в таком пикированном виде при пикировке заглубляете до семидольных листочков. Он у вас поднимется, и к 10 мая будут стоять хорошие растения с хорошими настоящими листьями и хорошим корешочком. И после этого вы будете его высаживать в грунт на постоянное место. Вот желаю вам хорошо научиться выращивать корневой сельдерей и лук-порей. Вы непременно будете довольны своим урожаем. Всего вам хорошего. Программу «Удачная среда» смотрите в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбуке» и «ВКонтакте». В группах «Бийск мой город», а также в Ютьюбе на канале «Бийского телевидения». Продолжение следует...